Девушки отдыхают Девушки отдыхают Огненные языки окутали сталь, но не обожгли воина Так появилось новое искусство боя – путь огня Воин увез осколки камня на запад, в Китай Надеясь понять тайну этого чуда в беседах с мудрецами и монахами Долгие месяцы он странствовал в поисках истины, но вот на землю снова упал огонь Воин отвел к нему людей и показал, что бояться нечего Ибо он верил, что путь огня – это дар небес И был рад разделить его секреты с теми, кто желал учиться Искусство пути огня передавалось из поколения в поколение и возвратилось на Сусину Монголы обратили его против нашего народа Говорят, что пламя еще горит на вершине Джогаку Ожидая того, кто осмелится взойти на гору И ты решил узнать, правдив ли рассказ? Пойдешь наверх? Нет, но недавно эту историю услышал от меня один Ронин Вот он решил подняться Боюсь, холод его одолеет Я узнаю тайну этой горы Как холодно Нужно скорее согреться Больше не могу, слишком холодно Больше не могу, слишком холодно Слишком холодно Мне не справиться Господин, отдохните у костра Спасибо У тебя все хорошо? Моя гордость страдает больше, чем тело Это жестокая гора Что ты надеялся найти на вершине? Ответы Силу Что-нибудь К примеру, пылающий меч бы сейчас пригодился Да, пожалуй Уверен, вы сумеете одолеть эту гору Удачи вам, господин Кто-то построил здесь Додзё Приветствую тебя, путник Ябе Томару Ядзин Сакай Не ожидал увидеть здесь живого человека А я не ожидал, что кто-то одолеет подъем Вы ищете путь огня К нам пришли захватчики с запада С огненными мечами То есть принесли дар, который получили от моего предка Научи меня, Бетамару Самурай покажет монголам истинную силу пути Возьми камень и сразись со мной в поединке Лишь тогда ты сможешь познать путь огня А теперь ты Ударь мечом по своему камню Еще раз Позволь пути огня вести себя Наш бой окончен, Дзин Сакай Хорошо Путь огня не предназначен для дружеских состязаний Я применю его против врагов Цусимы Ты познал путь огня Но никогда не забывай, что это дар небес, Дзин Сакай Господин, вы вернулись Дорога была тяжела, но я узнал секреты пути огня Путь огня непредсказуем, господин Будьте осторожны, не обожгитесь Этот огонь поглотит лишь монголов Защити меня, Цусано Мертвецы Кто убил этих людей? Грозный воин Он хотел, чтоб я поведал ему о небесном ударе Сигеноре Не услышав тех слов, которые хотел, он сильно разгневался и всех убил Что ему было нужно? Я не знаю, господин Расскажи легенду Хочу понять, что он ищет Когда люди только поселились на Цусиме, на остров обрушился загадочный шторм невиданной силы Молнии били в землю и порождали чудовищ Эти яростные создания рыскали по деревням, неся смерть и разрушение Они были так быстры, что никто не мог остановить их Был лишь один человек, способный одолеть грозовых чудовищ Сигеноре Самый быстрый мечник Цусимы Сигеноре не проиграл ни одного поединка Упражняясь годами, он придумал небесный удар Столь стремительный, что глаз не успевал следить за мечом Сигеноре заманил чудовищ на пустынный берег в Камацу Чтобы лапы их вязли в песке Яростное сражение обратило песок в пепел И заставило листву деревьев побелеть Небесный удар Сигеноре был более стремительным, чем движение чудовищ Когда последнее из них погибло, шторм утих И над Цусиме вновь воцарился покой С той поры Сигеноре вел уединенную жизнь Немногие сумели разыскать его, чтобы попроситься в ученики Лишь самые отважные и искусные узнали тайну небесного удара Когда приближается шторм, ученик, знающий, где находится приют Сигеноре Оставляет там меч, дабы отвратить нашествие гневных духов природы Убийца хочет овладеть небесным ударом Сигеноре Негодяй с таким знанием может натворить много бед Куда он пошел? Одна женщина убежала к мосту Он погнался за ней Он ответит за злодеяние Мост, о котором говорил музыкант Кто-то плачет, но где? Господин, столько людей погибло Ты видела того, кто их убил? Я его знаю Это Ясухиро Кога Мне знакомо это имя Он сражался за клан Ярикабы Ты сможешь его узнать? Никогда не забуду его оскал Иди за мной Я попробую найти его следы за мостом Следы копыт Ясухиро куда-то спешил Что еще ты знаешь о Ясухире? Только то, что много лет назад он был вассалом клана Ярикаба После мятежа клан распустили А вассалов освободили от присяги Говорят, он покинул Цусиму, но вернулся, когда напали монголы Откуда, это мне неизвестно Это не важно За свои преступления он должен умереть Мы ищем человека по имени Ясухиро Кога Он жил в сторожевой башне, но сегодня ушел Служит монголам? Да Только ночью они повздорили Я разобрал одно слово Сигэ Нори Я осмотрю башню Спрячьтесь где-нибудь, пока не пришли монголы Чем же Ясухиро занимался? Место для поединков Он его искал Белые листья Как те, что по легенде выбелила молния У монголов тоже есть легенда о Сигэ Нори Может он хотел сравнить ее с версией музыканта? Ясухиро ищет того, кто знает небесный удар Сигэ Нори Белые листья Недалеко отсюда есть такие деревья Туда он и направится Ты очень помогла мне Теперь позаботься о себе Спасибо, господин Надеюсь, вы покараете это чудовище Где тут деревья с белыми листьями? Белые листья Вот нужное место Видимо, это и есть арена Сигэ Нори Чем же Ясухиро занимался? Бедняга Ясухиро его убил Этот клинок сразил многих Следы еще свежие Ясухиро Кога Стервятник мятежа Ты совсем не изменился Ты был еще щенком, когда горела Ерикава Пятнадцать лет я мечтал перерезать глотку Симурия Ты не доживешь до встречи с ним Старик научил меня легендарному удару Прежде чем я его прикончил Я покажу Я понял Небесный удар тебе не помог Ты не заслужил такой судьбы Обещаю Я буду использовать технику Сигэ Нори Чтобы защитить Сусиму от врагов Два с половиной века назад Вся Сусима трепетала перед разбойниками Красной Руки и Закасимы Но однажды крестьянин по имени Госаку Услышал зов духа убитого самурая Он нашел тело, облаченное в сверкающие доспехи Их красота пленила Госаку И крестьянин забрал доспехи из себе Вскоре Красная Рука протянулась и к дому Госаку Зная, что крестьяне потеряют все, если никто не даст отпор разбойникам Госаку облачился в доспехе самурая Дрожащий от страха рукой Он выхватил меч и приготовился встретить гибель Однако удары врагов не могли пробить чудесные доспехи И Госаку выстоял Потрясенные разбойники бросились прочь, не чуя под собой ног Удивительное чувство покоя объяло тело и разум Госаку Этот дух самурая в награду за мужество Решил помочь ему, направляя его меч Вскоре последний из разбойников Красной Руки пал И больше они в этих краях не появлялись Годы прошли, Госаку умер И крестьяне, стремясь сохранить чудесные доспехи, спрятали их В каждой семье хранится по одному ключу от тайника Ныне ужас вновь объял наш остров Крестьяне Цусима говорят, что высоко на горе видели Госаку Он ищет воина, который храбро встанет на нашу защиту Доспехи под замком И теперь монголы их разыскивают Нападают на крестьянские дома и ищут там ключи В каких домах эти ключи? Аой Идзима Кутта Касимидзу Охама И Ягата Если найдете ключи, знайте Доспехи спрятаны на вершине холма Вакасиме Монголы никогда их не получат В этом я не сомневаюсь, господин Вот они Доспехи Госаку Что ж, скоро монголы с ними познакомятся Прочные и удивительно легкие Демон убьет меня, если я не расскажу вам его историю Не трать мое время, демоны это сказки Только не этот Его зовут Кодзиро И он не может умереть Много лет назад Кодзиро был Ронином из соломенных шляп Столь жестоким и устрашающим, что его собратья обратились против него С рассвета до заката Десятки воинов сражались с Кодзиро Он убил их всех Те, кому удалось спастись Изгнали Кодзиро из соломенных шляп И больше не рисковали с ним биться Кодзиро так впечатлил духов смерти Что они благословили его доспехи Ныне его рука не знает устали Он не просто человек Он легендарный убийца Когда соломенные шляпы предали свой народ И примкнули к монголам Они вновь назвали Кодзиро своим братом Пять убийц из числа соломенных шляп Присоединились к Кодзиро И поклялись убить вас Кодзиро предупредил, что охотится за мной Буду насторожа Не нужно ждать подлого удара Кодзиро удостоит вас поединком Но сперва вы должны сразиться с его приспешниками Пятью соломенными шляпами Похоже, я уже принял его вызов Даже не зная об этом Его приспешники могут быть повсюду И они будут использовать невинных, чтобы заманить вас к себе Я покончу с этим Кодзиро примет смерть, которую он давно дожидается Будьте осторожны Таких, как он, я еще не встречал Я даже не уверен, что он человек Девушки отдыхают Я нашел и убил всех приспешников Кодзиро Он уже это знает, господин Я ведь говорил, он не обычный человек Он снова был здесь Да Сказал, теперь вы достойны погибнуть от его руки Ищите его в пещере в монастыре Оми На земле моего клана Он поплатится за это оскорбление Не ходите туда У него демонические доспехи Он не знает усталости Это мы посмотрим Буду молиться о вашей победе А, Сакай Наконец-то Музыкант говорит, что у тебя демонические доспехи Ты ему веришь? Я не верю в демонов Музыкант говорит, что у тебя демонические доспехи Демон viel Идите сюда, господин. Вас ждет история об Утицуне. В давние времена во дворе с Императора стал являться крылатый демон. Император послал за Утицуны, прославленным лучником, чье оружие благословили боги. Когда демон явился, Утицуны уже поджидал его с длинным луком наготове. Этот воин не знал промаха и пускал стрелы дальше, чем любой лучник Японии. Утицуны пронзил сердце демона с первого выстрела. Демон рухнул на землю, но с последним вздохом проклял лучник. Вскоре после этого Утицуны начал повсюду видеть демонов. Его прославленный лук разил метко, но когда стрела попадала в цель, крик раздавался человеческий. Многих погубил Утицуны, прежде чем его настигли воины Императора. Лучника требовали казнить, но Император пощадил его. Утицуны отправили в изгнание на Цусиму, где годы спустя он умер, одинокий и почти всеми забытый. После его смерти лук, способный сразить демона, остался спрятан на острове. Говорят, он ждет достойного владельца, а еще что лук по-прежнему проклят. Достойное оружие. Пусть и проклятое. Будьте осторожны. Этот лук пробуждает тьму в душах тех, кто его ищет. Я буду об этом помнить. Вопрос в том, где начать поиски. Чтобы успокоить мысли, Утицуны любил гулять по берегу, созерцая голубые гортензии, которые там росли. Может, цветы подскажут? Лук должен быть здесь. Это лук Утицуны. Где я? Лук проклят. Смерть будет окружать тебя со всех сторон до конца твоих дней. Смерть будет окружать тебя со всех сторон. Поклятие. Утицуны. Я расскажу вам, который подбилит нам боевой дух. Много веков назад воин Тадайори спас бухту Адзама от пиратов. Господин, присоединяйтесь. Ты рассказываешь интересную историю, но я не ожидал увидеть тебя в Адзама. Мы оба идем туда, где нужны, господин. Моя история понравится и вам. Сотни лет назад величайшим лучником на острове был Тадайори Нагао. Он прославился мудрыми суждениями и меткой рукой. Сам бог Хатиман был так восхищен искусством Тадайори, что подарил лучнику свои доспехи, легче и прочнее которых не было на свете. Однажды морские разбойники высадились на побережье. Они грозились перебить всех в бухте Адзамо. Люди в страхе попрятались, а Тадайори облачился в свои доспехи и в одиночку выступил против злодеев. Разбойники ворвались в город, но их разили стрелы Тадайори. Мало кто уцелел. И никто не пробил доспехов Тадайори. Много лет спустя Тадайори мирно умер в своей постели. Доспехи же его таинственным образом исчезли. Говорят, их доселе охраняют потомки лучника. Они ждут, когда явится воин, готовый вновь защитить Сусиму. Те легенды, что рассказывает о Тадайори, говорят о лиловом венце. Это место к северу Адзамо. Там растут лиловые хризантемы. Там Тадайори любил медитировать. Все, чего я хочу, изгнать монголов из нашего дома. Доспехи были бы полезны, если они вправду так хороши. Этим доспехам нет рамок. Полагаю, они и сейчас на прежнем месте. Найдите лиловый... Но... Чьи-то могилы. Время замедлило бег. Ум Тадайори спокоен. Многих пронзит стрела. Знак клана Нагао. Клана Тадайори. Зачем ты пришел? Прочь отсюда. Я пришел с миром. Я Адзин Сакай, племянник господина Симуры. Ты лжец и вор. Защищайся. Я не хочу убивать тебя. Остановись. Как смеешь ты ступать на священную землю Тадайори? Ты позоришь нас. Подождите. Меня зовут Каэде. Последний из потомков Тадайори. Говорили, все самураи погибли. Подумал, что вы разбойник. Я не вор. Но и правда пришел за доспехами. И вы достойны их носить, господин Сакай. Но доспехи утеряны. И ты не знаешь, где искать. В одном древнем свитке сказано, Тадайори неизменно созерцает бухту Адзамо. Может, это намек, где он спрятал доспехи. Доспехи Тадайори позволяли ему двигаться быстро и лучше целиться. Носите их и защищайте невинных, как он защищал бухту Адзамо. На страже бухты Адзамо. Утесы над городом? Лиловые хризантемы. Я здесь! Си Сангадеш ты! Музыка. Музыка. Я тебя освобожу. Господин, как вы нас нашли? Я узнал дорогу потом к Тадайори. Что случилось? Монгольский лазутчик нашел древний свиток, написанный первенцем Тадайори. Они заставили меня его прочесть. И вот мы здесь. Так они нашли доспехи? Нет. Я указал им неверный путь в надежде, что вы успеете вовремя. Ты сильно рисковал. И не зря. Доспехи спрятаны под этим памятником. Они ваши, господин. Доспехи Тадайори. Невероятное мастерство. Это было в месте старой Ерикавы. Будьте осторожны, господин. Старая Ерикава – опасное место. Что произошло? Мы шли по дороге, услышали крики. Но когда подоспели, было уже поздно. Они перебили друг друга? Нет. Это был дух мести старой Ерикавы. Дух? Вы знаете часть истории, но не всю. В давние времена искуснейшими мечниками на острове были самураи клана Ерикава. Лишь одному человеку в каждом поколении доверяли семейную тайну. Смертоносный удар, от которого нет защиты. Звался он «Танец гнева». Величайшим мастером «Танца гнева» был господин Токияса Ерикава. Почитаемый многими, этот человек бросил вызов клану Симура. Стремясь заполучить главенство, он поднял кровавый мятеж, погубивший множество жизней. Отец и братья господина Симуры пали, сраженные танцем гнева Ерикавы. Но с помощью клана Сакай Симура подавил восстание и казнил господина Ерикаву. Перед смертью предатель поклялся, что будет мстить за свое поражение даже из могилы. И по сей день люди оставляют подношение его духу на развалинах старой Ерикавы. Они молят о смерти для своих врагов, и дух мести Ерикавы отвечает на их призыв танцем гнева. Ты считаешь, что этих людей убил дух? Это были торговцы, которые не раз обманывали покупателей, обогащались за чужой счет. И кто-то просил об их смерти. Люди просят духа о кровавом возмездии. Его святилища полны подношений. И где эти святилища? Люди сжигают пучок соломы и лепестки цветов. Тогда белый дым несет их молитвы духу. Глядите на небо, господин. Берегитесь. Ерикава помнит, какую роль ваш клан сыграл в ее падении. Это же было давно. не для них. Это святилище духа мести. Чье-то послание. Хайтаро предал наш народ. Он в лагере недалеко отсюда. Оборви его жалкую жизнь. Речь о лагере выживших. Господин Сакай, что для вас делать? Кто из вас Хайтаро? Это я. Кто-то попросил дух мести Ерикавы о твоей смерти. Но что я сделал? Он бегает к монголам. Каждую ночь исчезает куда-то. Понятно, что к ним. Нет, я не виновен. Если ты помогаешь монголам, я это выясню. Я бы никогда так не поступил. Я докажу. Вот увидите. Заставьте его признаться. Я все объясню, но не здесь. Идемте. Они молились о моей смерти. Духа, ты не бойся. Бойся лучше меня. Я-то настоящий. Но дух тоже. Я сам видел. Видел? Где? На дороге. Меня пытались ограбить трое. Дух зарезал их и пропал. Вот сюда я хожу по ночам. На могилу? Чья она? Его звали Тодзеру. Мы были близки. Но его жена и дети в лагере. Они не должны знать, почему я навещаю могилу. Понимаю. Но и ты пойми, что люди в лагере напуганы. Тебе опасно там оставаться. Куда мне идти? Отправляйся в Ариака. Иди. Пока еще не поздно. Спасибо, господин. Дух! Он только что был здесь! Ты видел духа? Куда он делся? Он ушел в сторону Сада Богов. Так вот, почему туда слетаются светлячки. Статуи Богов. Должно быть, это их сад. Святилище. Но духа нет. Записка адресована мне. Тебя настигла месть Ерикавы. Так это ты, дух? Я ветер, который ворошит пепел. Я месть Ерикавы. Ты владеешь искусством, которое умерло вместе с кланом предателей. Кто ты? Дочь самурая? Выжила после мятежа? Никто не выжил. Это земля призраков. Кто просил меня убить? Крестьяне, которые тебе кланяются. Торговцы, которые с улыбкой принимают плату. Вся Ерикава молится о гибели кланов Сакай и Симура. Некоторые умеют прощать. А остальные мечтают о возмездии. И я выполню их просьбы. Что ты делаешь? Учусь. Я знаю, как тебя победить. Нет, ты умрешь. Ненависть ослепила тебя. Ты не захотела увидеть истинного врага. Танец гнева теперь мой. И я обращу его против монголов.